Я даже умудрилась однажды испортить форменную рубашку папы. Вот в руки маникюрные ножницы попали. Это ж чудо! Ну что ж попробовать, что ж порезать-то? Занавески уже все повырезала, ажурными сделала. А теперь, в общем, я ему сделала ажурные рукава. И когда пришло время утром ему одеваться, тут, конечно, такой шум, такой крик стоял в доме. В общем, вот такая вот я была. И я считаю, это были, наверное, первые шаги к творчеству. У каждого своя программа жизненная. Вот, значит, в моей программе и был такой отрезок, когда надо было работать на стройке. Это тоже, это тоже, скажем, дало очень хороший результат. Я, как говорится, ткач, я и жнец, я и швец, я и строитель, я и дизайнер своего дома. Я, да, вот построила себе дом. В буквальном смысле. От слова строитель. Штукатурила, и бетон мешала, и разгружала машины, и вот блоки на свой дом сама выставила. Сама одна с крановщиком. Я осталась. Очень, ну, конечно, жалко было, что дальше не пошло. Лиля Умерова показала нам буквально первые стишки, и я пришла, стала сама пробовать. И сделала первое изделие. Кисетик сшила его, потом сделала чехол для очков, футляр для очков, и сделала первый футляр для Корана. Принесла, когда я его смадывала, она, конечно, очень удивилась. И, ну, все, говорит, теперь будешь ты обучать. Как обучать? Я сама еще ничего не умею. Ну, ничего, говорит, значит, мы вместе будем что-то думать дальше. И вот потом она защитила проект очень интересный, где 25 женщин у нас в Крыму обучились этому и должны были разъехаться по 25 регионам Крыма и обучать там уже, набрать группу минимум из 10 человек. Благодаря этим курсам, наверное, началось возрождение этого вида искусства вышивки. Укола у нас трехступенчатая. Каждая ступень длится не меньше пяти месяцев. И вот к концу курсов девочки самостоятельно, не только хорошо рисуют, но самостоятельно и легко составляют композиции. И ведь это очень важно, грамотно составить композицию. Да, к сожалению, видишь, очень много технически хорошо выполненных работ, но которые ни о чем. Есть работы, знаете, такие маленькие. Композиция такая маленькая, ну, прям вот хочется взять в руки и прям вот как ребеночка прям лелеять, наслаждаться, и прям вот глаз радуется. А есть работы глобальные, и не только в руки, даже вот просто вот, ну, даже остановиться на этих работах нет желания. И я всегда говорю, не можете сами составить композицию. Берите, у нас огромное количество наших орнаментов. У крымских татар просто, ну, бесконечное количество орнаментов. Нет вот такого народа, чтобы было бы столько много орнаментов. Сто процентно копировать какие-то изделия даже нужно, потому что я вижу даже в музеях есть такие изделия, которые уже страшно в руки брать. Они рассыпаются. Орнамент шикарный. Цветовая композиция просто превосходна, поэтому их нужно продублировать, чтобы сохранить эту красоту. Ну, конечно, если у человека не хватает, скажем, знаний теоретических, конечно, лучше копировать, чем придумывать самим. Для того, чтобы самим орнаменты придумать, нужно учиться. Я ее вышивала ровно 9 месяцев. Это как выносить ребенка. Тут, значит, в основном женские элементы. Молодой девушки, зрелые женщины, пожилой женщины. И, конечно, все эти судьбы женские связаны с Крымом. Вот по низу идет бордюр. Он называется Су. Раз Су, значит, это море. Раз море – это Крым. Крым – это родина. Родина – это мать. Мать – это женщина. Я очень горжусь этой работой. Крым – это мать. Я очень горжусь этой работой. 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 Я это рассказываю своим внукам, своим детям. Я думаю, они сохранят это для своих потомков и будут рассказывать, как моя бабушка мне рассказывала о прекрасном Крыме. Я бы хотела, чтобы эти работы мои дети и внуки хранили как память обо мне. И не только хранили, а пользовались бы этим в своих домах. И пусть бы каждая работа, это как бы фотография моя была бы для них. Субтитры подогнал «Симон»